Привет, ребята! Это Мачете. Самая большая сила, самая большая энергия, которую мы располагаем в этом мире, в нашей жизни, это энергия нашей мысли. Сами знаете, иногда можно с помощью мысли вытащить себя из самого страшного болота, в котором ты находишься. А иногда, независимо от того, какая картинка тебя окружает, можно оказаться в таком лабиринте с помощью своих мыслей, что сложно будет одному выйти. Мысль — это субстанция духовная. Никто не видит, что у человека было я. И она имеет отношение к нашей душе. Она имеет отношение к тому, ради чего мы находимся в этом мире. Насколько мы являемся строителями этой реальности. До нашего появления здесь мы находились в полном слиянии со Всевышним. Не было никакого разделения, было полное единство. И через нас, через наши души протекала его божественная энергия. Энергия любви, радости, энергия счастья. Когда наша душа наполняется достаточным количеством этой энергии, у Всевышнего возникает импульс, с помощью которого он хочет реализоваться через нас в этом мире. Таким образом мы появляемся, рождаемся здесь. Поэтому в рождении принимают участие трое — Всевышний, Папа и Мама. Мы можем последить за нашими детьми, когда они маленькие. Как они воспринимают этот мир? Они готовы отдать последнюю игрушку. Они не ищут выгоды. Они веселятся от тех вещей, которых со временем мы вообще не понимаем, как можно веселиться, что здесь такого интересного. Но вырастая, мы становимся подвержены такому количеству идей, чуждых нашей душе. И в этом материальном мире такая высокая плотность этих идей, что мы начинаем терять голос нашей души, начинаем прислушиваться к голосу этой материи, к голосу социума, который говорит нам, что нам нужно. К чему нужно стремиться, куда нужно идти, на что нужно потратить свою жизненную энергию. И таким образом, ту энергию души, тот божественный импульс, который был дан нам Всевышнему по рождению, мы начинаем вкладывать в то, что на самом деле не делает нас счастливыми. И получается, это реальность, которую мы сегодня наблюдаем. Мы сами являемся строителями этой реальности. Для того, чтобы что-то построить, нужен тот, кто строит. Нужна идея. И нужен материал из чего-то строить. Место где-то строить. Поэтому за нашим вниманием ведется такое пристальное наблюдение и такая охота. Если наше внимание чем-то схвачено, и мы начинаем вкладывать в это нашу божественную энергию, тогда мы принимаем участие в том, что на самом деле, в конце концов, или сделает нас счастливыми, или сделает нас несчастными. Уплотняя этот мир своими страхами, своим недоверием, отрицательными эмоциями, разделением, надменностью, возвышением одного над другим, мы берем энергию для строительства из поля хаоса. И таким образом этот мир превращается в хаос, и мы видим, как здесь сейчас все разваливается. Хаос, он не может ничего созидать. Он создан как выбор, как система выбора. Точно так же, как поле любви. Если мы берем из поля любви наши идеи, наши желания, если мы строим нашу реальность, на основе творчества, вдохновения, желания улучшить, желания постичь единства, тогда этот мир становится совсем другим. Поэтому иногда тем людям, которым удается внутри своих семей построить объединение, любовь, радость, взаимопонимание, они очень сильно чувствуют контраст между жизнью у себя дома и жизнью внешней на улице. Той жизнью, которая идет за окном. Энергия хаоса, как и энергия любви, она проистекает из одного источника. Этот источник абсолютно всевышний. Зачем же тогда нужно ему разделять? Дело в том, что здесь речь идет о свободе выбора. И в этом и есть суть игры, в которой мы с вами находимся. Мы сами выбираем, откуда мы берем материал для строительства нашей реальности. Или мы берем его из любви и несем в этот мир любовь. Или мы берем его из хаоса и умножаем в этом мире хаос. Поэтому каждый человек, который рожден в этом мире, он уникален. Этот импульс Всевышнего, который зажег его душу, благодаря которому он появился здесь, в этой материи, делает его гением. Делает его неповторимым. Но вот куда направит человек этот импульс, это уже свобода выбора и решение самого человека. Сейчас мы находимся на записи нашего нового альбома, нового альбома Мачете. Мы трудимся в этом процессе и мы решили, что пока мы его не закончим, мы не будем давать никаких концертов, никаких выступлений. Просто чтобы не отвлекаться. Потому что, когда ты на что-то отвлекаешься, ты таким образом, то, ради чего ты вообще здесь находишься, ты в это вносишь какой-то изъян определенный. Сейчас самое главное, мне кажется, это дать ту информацию, которая к нам идет. Поэтому мы до января месяца будем находиться в этом творческом процессе. Первый наш концерт будет 14 января на Кипре, в Лимассоле. Информация будет здесь, внизу. Мы приглашаем всех людей, которые хотят объединиться, объединить свои импульсы для того, чтобы в них проявилась энергия Всевышнего, энергия любви и добра. Та энергия, которая и спасет этот мир, и спасет каждого из нас, и спасет тех, кому мы любим. Ничего другого. Ни воинами не решить этот вопрос, ни политическими решениями, ни экономическими. Это все нереально. Это все та же самая энергия хаоса, которая нам навязывается, как варианты, в которые мы должны снова включиться, дать свою жизненную энергию, чтобы этот хаос еще умножался и умножался. Поймите, если мы уберем наше внимание из того, что нам предлагают, это рухнет. Давайте перенесем наше внимание на любовь, на созидание. Давайте помогать друг другу. Давайте радовать друг друга. Давайте увеличивать любовь и добро, которые есть в каждом из нас, потому что так этот импульс божественный работает, который в нас был внесен. что когда ты это передаешь, это умножается. И создается поле, попадая в которое другие люди начинают чувствовать эту чистую божественную энергию и начинают действовать и строить свою реальность, исходя из тех условий, которые дает это поле. Условия творчества, условия любви, условия добра, это самое большое счастье, которое может быть в нашей жизни. Прикоснуться к этому полю и строить оттуда. Поэтому мы приглашаем вас, ребята, 14 числа, 14 января, Лимассоу, Кипр. Количество билетов ограничено, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вы оказались на этом концерте. Мы вас ждем. До встречи. Надеюсь, в нашем новом айболе. Всего самого хорошего. У нас все получится, несмотря на то, что все выглядит. Сейчас очень угрожающе, несмотря на то, что мы попадаем в ситуации, из которых вроде бы выхода нет. То поле, о котором говорим мы, дает все выходы. Так что до встречи, ребята. Любим вас.